Если смогу вырубить его одним ударом или засабмитить за 30 секунд, то я это сделаю и буду только рад. Но если придется драться пять, три раунда, то я готов и к такому исходу. Ну, говорить можно все, что угодно, мы посмотрим. Насколько я понимаю, ты готовился к тому, что ты будешь заменой для Джона и Степа, но теперь ты не просто сражаешься, а сражаешься за титул во все-главном событии. Пожалуйста, проговори нас про вот этот момент, как это все произошло. Ты тренировался, потом получил звонок, как долго заняло принять решение, ну и так далее. Здравствуйте всем. Ну, конечно, тренировался. После второй тренировки мы гуляли по парку, мне позвонил мой менеджер Али, и вот сказал мне такую замечательную новость, я сразу согласился. Том был здесь, и он сказал, что у него походу не был полный лагерь, потому что он помогал каким-то другим ребятам готовиться, но сам он, в принципе, не готовился. Насколько тебе кажется, что у тебя есть, что к бою все равно? Ты знаешь, я думаю, тут нельзя недооценивать, нужно соперника воспринимать полностью, поэтому нет такого, что там какая-то недооценка. Полностью готовимся, полностью настраиваемся на бой, поэтому все очень серьезно. Нужно ли было что-то изменять в подготовке в лагере, и было ли у тебя время вообще привести какого-то другого партнера для спарринга, который может имитировать Тома? Да, нужно было поменять некоторые моменты, в принципе, по спаррингу партнеров у нас в зале очень много, поэтому не нужно было приводить, всего хватало. Том сказал, когда он был здесь, что ему кажется, что ты никогда не встречался с каким-нибудь таким оппонентом, у которого такая скорость, такая сила, как у него, и такие движения, как у него, поэтому насколько ты можешь сказать что-то по этому поводу? Ну, говорить можно все, что угодно, мы посмотрим. Понятное дело, что очень много фанатов ожидали, конечно же, боя с Типа и Джона, но, в принципе, такие фанаты, которые знают, что говорят, они понимают, о чем говорят, они как раз ждут вашего боя, потому что у вас обоих очень интересная серия побед, вы оба в рассвете сил, вы прямо в лучшем месте в своей карьере. Насколько тебе кажется, дошло ли до тебя такой слушок, что все-таки ваш бой ожидает даже больше, чем тот? Я, честно сказать, не знаю, какой больше ожидает бой, но я думаю, будет это очень интересный бой, очень зрелищный, потому что здесь будет настоящая война. Прежде чем был твой бой с Кортис Блейдзом, показали, что ты сидишь и играешь в игровых автоматах в казино, хотел спросить, насколько ты все-таки увлекаешься этой игрой или нет, или просто посидел и играл? Нет, первый раз играл, поэтому не увлекаюсь. Нет, это был мой первый раз, поэтому я не такой генеральный гамблером или ничего. Да, выиграл или проиграл? Сначала выиграл, потом все, что выиграл, проиграл. Для того, чтобы объединить пояса, кто был твой соперник в идеале, был бы Меочич или Джонс, если нужно пояса потом соединить после этой победы? На самом деле, две легенды по этому не имеет значения. Я спросил тот же вопрос у твоего оппонента, Тома, насколько ты расстроился или нет, что Джон Джонс не освободил настоящий титул, и это бой за временный титул, вместо того, чтобы биться за легитимный титул чемпиона? Ты знаешь, для меня это настоящий пояс. Том был здесь, и пару раз он назвал тебя самым страшным чуваком во всем дивизионе. Что ты по этому поводу думаешь? Спасибо ему. Спасибо большое, Том. И как бы ты описал его? И одним словом, как бы ты его описал? Одним? One word. Я скажу пару, крепкий парень. Ты теперь попадаешь в ранги Мухаммеда Вали, Джо Фрейзеров, тех людей, которые сражались за титул тяжеловесов в Мэдисон Скворкардене. Уже это как бы осело в тебе? Ты понимаешь, что происходит, или пока что еще нет? Ну, я, наверное, повторюсь. Я, чтобы сидеть здесь, находиться здесь, проделал очень большую работу. И вы всему этому свидетели. Я прекрасно понимаю, куда я иду и чего я хочу. Джона, скорее всего, не будет как минимум 8 месяцев. Но давай подумаем, что ты выиграл в субботу пояс. Насколько ты хочешь продолжать быть активным и защищать этот титул? Я, наверное, один из тех бойцов, кто никогда не делит шкуру убитого медведя. Сначала есть бой, а потом мы посмотрим. У тебя отличная серия из нокаутов. Туйваса, Льюис. Но у Аспинала совсем другой стиль. Он другой стиль приносит клетку. Насколько тебе кажется, что ты сможешь сделать против его стиля? Если мы посмотрим всех моих последних оппонентов, это, в принципе, все разного стиля ребята. И очень крепкие ребята. В том такой же крепкий парень, который, скажем так, это очередная ступень, которая передо мной. Поэтому мы делаем работу, мы, скажем так, трудимся. Мы прекрасно понимаем, что нас ждет впереди. Мы готовы ко всему. Какие у тебя привилегии в этом противостоянии? И какой у тебя ключ к победе? Ты знаешь, что это сейчас сидеть и болтать языком не имеет смысла. Я знаю одно, что я готов к этому бою на все 100%. Я проделал большую работу. Я готовился к ребятам, которые являются легендами этого спорта. Сейчас я здесь нахожусь. Осталось немного времени, когда закроется клетка, и там мы посмотрим. Если в субботу будет нокаут, то ты получаешься наравне с Чаком Ладеллом, у которого рекорд из серии, из больше всего нокаутов UFC. Насколько тебе кажется, что... Во-первых, что ты по этому поводу думаешь, что ты сравняешься с легендой. Во-вторых, кажется ли тебе, что бой в субботу может закончиться именно нокаутом? Ты знаешь, будет раз два тяжелых парня, поэтому в любой момент может произойти все, что угодно. То, что, скажем так, подбирайся еще в каких-то аспектах к каким-то легендарным вещам, это всегда приятно. Привет. Ты говорил, что повторишь успех Биспинга, а когда он дрался с Рокхальдом, то сказал, что времени так мало, что некогда напрягаться. Ты так же считаешь? Абсолютно верно. Честно. Как правило, за 10 недель подготовки у меня так много времени, чтобы хорошенько себя накрутить. Тем более сейчас. Думаю, такие условия должны сыграть мне на руку. Но мы поймем это только в день боя. Было довольно очевидно, что твоим соперником станет Сергей. Ты ведь готовился к бою с ним. У тебя было на это много времени? Нет. Все считают, что Сергей опасен только в начальных раундах. Ты планируешь затянуть его на глубину или будешь агрессивным с самого начала боя? Не могу знать. Это ММА. Мы тяжеловесы. Увидим, как будет. Сергей такой же опасный боец, как и я. Моя цель — выйти на бой и наслаждаться. Это бой моей мечты. Мэдисон-сквер-гарден. На кону стоит пояс. Соперник Павлович. Все сошлось. Значит, я выйду и буду наслаждаться. Что скажешь про прошлый бой, Сергей? Когда он дрался с Кертисом Блейдсом, все думали, что Блейдс будет проходить в ноги. Но на удивление всем Кертис много бил, а Сергей шел сквозь его удары. Что скажешь про этот бой? Меня тоже удивило, что Кертис не проходил в ноги и что у него получалось попадать. Может быть, он верил, что кто-то из них пропустит и потухнет. Давайте будем откровенны и признаем, что две недели — это слишком короткий срок, чтобы подготовиться. Но все-таки я пришел сюда побеждать. И я не позволю чему-то мнению на себя повлиять. Пусть болтают. Я буду драться с самым страшным парнем в ММА, я так считаю. При самых худших условиях, без подготовки, но все же. Считаю, что я могу победить. Действительно верю, что победа будет за мной. И так и будет. Я победитель и в любой сложившейся ситуации, и я могу найти способ победить. Поэтому... Хоть все и считают, что я андердог, от этого моя победа и завоевание пояса будут только лучше. Я не хочу доводить даже до третьего раунда. Если смогу вырубить его одним ударом или засабмитить за 30 секунд, то я это сделаю и буду только рад. Но если придется драться пять, три раунда, то я готов и к такому исходу. Мое тело в хорошей форме, хоть я и предпочел бы готовиться 10 недель, но такой возможности у меня нет. Я профессиональный спортсмен и всегда держу себя в хорошей форме. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой True Gym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока!